Они закончили шестой этаж Это значит тот момент, когда пора остановиться Но никто не останавливается Майниевна, с вами Всем привет И сегодня с реакцией на видео с канала Доктор Гнус, это Пизанская башня История под градусом с самого начала Давайте узнаем, почему же Пизанская башня наклонилась Погнали А потому что Алло, да папа, и тебе недоброй ночи О, папа Что упало? А ты упал? С кровати? Важная информация Да, бывает Ну ладно, а я тут при чем? Ва-ва-ва-вай Минуточка, минуточка Раз пошел такой разговор, давай начнем с того, что я сразу говорил Нужно проверить грунт и сделать основания фундамента больше Ну он же дофига умный был Ну этот ваш архитектор Банана Пизана Он мне сказал, что все рассчитал и спроектировал Все верно 9 августа 1100 Я вижу, рассчитываю С третьего года начали строительство колокольни А в 1178 году расходники закончили строительство третьего этажа Ой, помню, тогда мы хорошо посидели Но вот тогда я уже заметил отклонение в 4 сантиметра от вертикали в южном направлении Ну да, и знаешь, что мне сказал этот банана Пизана? Банана Пизана Знаете, это строитель жилых комплексов Новостроек всяких Ну не всех, конечно, но Обычно так и не делают Добросовестные расходники Правда, какие-то отдельные расходники сами строили постепенно И к 1233 году еще нарастили четвертый этаж В 1264 году архитектор Джованни де Симоне посмотрел на башню и сказал Что-то она какая-то серая Взял у меня 234 расходника и ушел в горы Вот вы знаете, что Гнус вообще весь мир построил Вообще планета создалась потому, что Гнус так захотел Расходник сказал Создавайте планету так уж Вот Пизанская башня наклоняется с каждым годом И я наклоняюсь Мне грустно от грусти наклоняюсь Потому что на меня никто не подписывается Смотрите мои видосы до конца, но не подписываются Автор хочет покушать Подписывайтесь на меня Подписывайтесь на Доктора Гнуса Ставьте лайки Мне будет очень приятно За ваше здоровье А уже в 1272 году Джованни де Симоне Приступил строить пятый этаж На тот момент башня уже завалилась от вертикали на полметра, между прочим Ага А я тоже говорил, не стоит делать башню выше Но Джованни был уверенный и дерзкий У меня есть идея, сказал он Сейчас замутим тему Чтобы ходить было удобно На каждом последующем этаже будем просто выравнивать полы Так оно очень сильно не наклонится Красота стен будет разная, этого никто не заметит Нет, это нифига не помогло Башня все равно продолжала падать И Джованни кинул всех и бросил стройку А вот расходникам никто не сказал стоп Поэтому к 1284 году Они закончили шестой этаж Ну вот тогда Это значит тот момент, когда пора остановиться Но никто не останавливается Ребята, что творим? Башня-то уже на 90 сантиметров От вертикали завалилась Вот, стройку вновь тормознули Ну да, верно, там еще заварушка была С армией Генуи в тот момент Прикольный, прикольный видос Один, наверное, интересный видос в последнее время Про пятнадцатую башню Капец как долго строили башню Ага, по той же схеме С неодинаковыми стенами и ровными полами А чтобы быть папой? Да не, не в смысле как ты, а в стройке Кто последний, тот и папа Слышал такое? Так вот, чтобы быть последним В этой 187-летней стройке На самом верху сделал колокольню Семью колоколами Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Обалдеть. Отлично рассчитал. Красавчик. 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 О. Обалдеть. Пять метров. Представляете, насколько она просветает. В один момент же она завалится, скорее всего. Но уже убирать ее грех, уже достопримечательность. Да-да-да. С 2010 года по 2018 год башня еще подровнялась на 4 сантиметра. Какой бюджет был выделен по проекту? А, ну да, полный. По задумке, эта колокольца должна была быть над тем, что высотой 98 метров. А по факту 8 этажей. И высотой чуть больше половины от проекта. Какую разницу вернуть? Нет, я не могу. Да потому что нет разницы уже. Нет, ты попросил сделать что-то радикальное с наклоном башни в 3 градуса. Я сделал. Наклонил землю относительно башни, теперь она вертикально относительно земли. Гениально. Теперь все кривое, только одна она ровная. Все равно при этом останется достопримечательность. Теперь это единственное ровное здание в мире. Проблема. Ну, конечно, я могу подправить, чтобы никто не падал с кровати. Придется, правда, скинуться всем миром на бюджет. Как зачем? Ну, чтобы все дома и деревья немного истребить под новый наклон земли. Не подписывались они на такое. Ну, значит, живите в кривом мире. Или подписывайтесь. Вот так взял. Вот тут у меня полы-то кривые сделал. Капец, конечно. Я в шоке. Я в шоке, конечно. Доктор Гнус. Вот это, конечно, такой гнус. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Доктор Гнус обязательно. И также не забывайте подписываться на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачки. Всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok